41 погибший и 37 выживших. Таковы последние данные о жесткой посадке самолета «Сухой Суперджет» в столичном аэропорту Шереметьево. Пятеро пострадавших в больницах. У большинства ожоги. Им оказывают всю необходимую помощь. Воздушная гавань сейчас работает в штатном режиме. До этого была задействована лишь одна полоса. Кроме того, часть терминала была закрыта. Но изменения в расписании все еще есть. Задержаны более 70 рейсов. Напомню, накануне лайнер «Аэрофлота», вылетавший в Мурманск на 28-й минуте полета, экстренно вернулся в Шереметьево и смог приземлиться только со второй попытки в сложных метеоусловиях. Во время приземления у него вспыхнули двигатели. Машина выгорела практически полностью. Хроника событий, а также видео, снятое внутри салона у Ивана Прозорова. По этим кадрам можно понять, как ничтожно мало времени на спасение. Огненная буря охватывает хвост самолета крылью. У пассажиров остаются лишь два надувных трапа в носовой части, по которым они выпрыгивают из горящего лайнера. Аэропорт Шереметьево еще живет обычным расписанием. Пассажиры других рейсов замечают в иллюминатор, как сухой суперджет. Компания «Аэрофлот» очень жестко приземляется. Буквально рикошет от полосы зависает. Удар вспыхивает, словно спичка. Мгновение, и по земле уже несется огненный шар с людьми внутри. У всего аэропорта замирает сердце. Что в этот момент происходило в салоне горячего самолета, страшно даже представить. Кто-то из пассажиров будто на автомате начал снимать видео на телефон, не зная, что покинуть борт смогут далеко не все. Осторожно, на это тяжело смотреть. Особенно тем, кто боится летать. Когда самолет развернул поперек полосы и он остановился, началась эвакуация. В «Аэрофлоте» сообщили, что пассажиры покинули борт за 55 секунд. Это быстрее норматива почти в полтора раза. Но этого все равно оказалось недостаточно, чтобы вывезти каждого. Две пассажиры эвакуировались. Мы пока точную цифру сказать не могли. Две бортпроводницы тоже эвакуировали. Именно бортпроводники спасли много жизней, вспоминают очевидцы. Татьяна Касаткина и Ксения Фогель помогали покинуть борт и сами успели выпрыгнуть. Их коллега Максим Моисеев выводил пассажиров до последнего. В списках выживших он не значится. Газ, где было темно, где была самая высокая температура, они оттуда вытаскивали людей и помогали спуститься. Вереница машин скорой на поле. За помощь обратились 19 человек. Ожоги, отравления, переломы, приступ стенокардии. Те, кто получил самые тяжелые травмы, решили отправить в НИИ скорой помощи имени Склифосовского и НИИ имени Вишневского. Подняли, вперед пошли. Чтобы сэкономить драгоценное время, задействовали вертолеты. В основном тяжесть состояния определяется термоингаляционной травмой и отравлением продуктами горения. Кроме того, самая тяжелая пострадавшая имеет ожоги пламенем, где-то примерно 15-18%. Когда пожарные закончили тушить лайнер, вскрылись истинные масштабы трагедии. Больше половины тех, кто был на борту, не смогли выбраться. По некоторым данным, многие из хвостовой части. В аэропорту работал оперативный штаб, где выясняли все новые и новые подробности катастрофы. А еще оказывали психологическую помощь родственникам, которые после аварии не могли связаться со своими близкими. И, конечно, до последнего момента не теряли надежду. Родных и друзей собрали в аэропортах Москвы и Мурманска, чтобы на месте помочь справиться со страшными новостями. Екатерина приехала поддержать подругу, которая проводила супругу в командировку. Я знаю то, что он писал. Мы влетаем. После этого никакой информации от него не поступало. Телефон недоступен и прочее. Официального списка погибших пока нет. По неподтвержденным данным, среди них дети, семьи. Один гражданин США. Кто-то возвращался домой после майских праздников. Кто-то летел в командировку. Для опознания понадобится генетическая экспертиза. Следователям предстоит проверить и рассказы очевидцев о том, что некоторые пассажиры во время экстренной эвакуации, когда каждую секунду на счету пытались достать свои вещи с багажных полок. И правда, на этих кадрах видны не просто сумки, чемоданы в руках. По факту аварийной посадки воздушного судна в аэропорту Шереметьево возбуждено уголовное дело. В настоящее время в аэропорту Шереметьево работает государственная комиссия по расследованию обстоятельств чрезвычайного происшествия, которую возглавил министр транспорта Российской Федерации. Многие рейсы из Шереметьево пришлось отменить, сдвинуть время, а принимать самолету помогали в Домодедово, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, из Чешского Барно не смогла вовремя вылететь сборной России по хоккею после заключительного матча Евротура. Но все пассажиры отнеслись с пониманием. Нет ничего страшнее потерять человеческую жизнь. Так что подождать несколько часов до следующего рейса – это не катастрофа. С глубокой ночи в аэропорты Москвы и Мурманск несут цветы, игрушки и свечи. А в соцсетях добровольцы создают группу помощи родным и близким. Тех, кто вчера сказал, что выключает телефон всего на 2,5 часа и обязательно напишет, когда приземлится. И вам Прозоров, Никита Чалых, Евгений Лямин, Валентина Соловьева, Дмитрий Зайцев и Юлия Ходорова. Первый канал.